Вкусного всем! Зуза или Зуза перкёльт, старинное венгерское блюдо сельской кухни. По сути это перкёльт с куриными потрошками, хотя чаще всего это только один вид потрошков. Желудочки или пупочки, как их иногда называют, обязательно с большим количеством паприки. Еще одна особенность, его долго готовят. Желудочки становятся настолько мягкими, что их можно жевать губами. Готовить будем классику из куриных желудочков. Конечно много паприки, лук и чеснок, традиционные овощи для Венгрии, необязательные для Зуза в северо-восточном исполнении, но используемые в других регионах, перец и помидор, тмины каенский перец, еще одни необязательные, но желательные компоненты. Бульон можно заменить водой, но если он есть, то лучше с ним. Мы готовим про запас концентрированный бульон в фюме, затем разводим нужный объем. Рецепт есть на нашем канале. Очень удобно, кстати. Натуральный, место занимает немного и всегда под рукой. Красное сухое вино, совсем немного, оно придает пикантность блюду. Также нужна мука для загущения соуса, соль и растительное масло. Подготовим продукты. Нарежем лук. Не крупно, не мелко. Тушится ему долго, он почти полностью разварится в итоге. Перец нарежем небольшими кубиками. Сельская кухня не требует измельчения в крупинке. Ошкурим помидор. Для этого удалим плодоножку. Сделаем крестообразный надрез шкурки на обратной стороне. Я вскипятил перед этим воду. Погрузим помидоры в свеже вскипяченную воду на 3 минутки. Затем достанем, ополоснем и легко снимем шкурку. Труда и времени немного. Теперь нарежем на кубики томат. Можно в емкость с перцем. Добавлять будем их одновременно. Займемся желудочками. Тут все просто. Разрежем крупные на 2-3 части. Можно мельче, но не вижу смысла. Последнее приготовление. Сделаем чесночную пасту. Из чеснока соли и тмином. Чеснок нарежем прямо в ступку. Добавим тмин и соль. И хорошо перетрем все это между собой. Получится вот такая паста. Переходим к плите. В сотейник или кастрюлю с толстым дном нальем масло. Огонь выше среднего. Как только нагрелось добавляем лук. Дадим луку вытопить лишнюю влагу. Как увидели, что он только начал желтеть. Это до пары минут. Добавляем желудочки. Помешивая жарим. Пока они не посветлеют. Тогда добавляем паприку. Много паприки. И каенский перец. Остро не будет совсем. А вот возбуждение аппетита с первой ложкой гарантировано. Перемешали. Добавляем перец и помидоры. Перемешаем. И дадим потушиться пару минут. И добавляем бульон. Добавляем до кипения. Затем уменьшим огонь до минимального. И оставим томиться булькать на 2-2,5 часа. Долго, но дело стоит того. Через 2,5 часа добавляем в 200 гр воды муку. Просто в холодную воду добавьте муку и размешайте. Это загустит наш соус. В Венгрии все подобные соусы густые. У нас их еще называют подливкой. Добавляем вино. И чесночную пасту. Если вы до этого не ели, держитесь. Запах будет кружить голову. Довели до кипения. И еще минут 15 необходимо потомиться под крышкой. После этого попробуйте на соль. И выключайте огонь. Можно подавать. Самый распространенный гарнир для подобных блюд. В Венгрии это кнетли. Они не похожи на чешские. Скорее, это почти точная вариация шпецли. Или шпецли их вариация. А у меня пшеничная каша. Также гарниром может быть пюре или булгур. Это очень ароматное и очень венгерское блюдо. Зуза перкельт. Вкус настоящий Венгрии. А желудочки вообще как зефир по консистенции. Приятного аппетита! А мы ждем вас на нашем канале. Подписывайтесь и наслаждайтесь. И будьте здоровы! Подписывайтесь на наш канал!